Девушки отдыхают 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 Сретение завершает собой церковный цикл рождественских торжеств и воспоминаний Это праздник одновременно и господский и богородичный В соответствии с принятой традицией для совершения божественной литургии священнослужители облачаются в голубые ризы Пресвятая Дева прославляется в богослужебных текстах Сретения как небесная дверь, крестол херувимский и облако света, ибо она вносит в храм единородного Сына Божия Отмечать Сретение Господне, христиане начали еще во второй половине четвертого века в Иерусалиме В шестом веке праздник был заимствован Константинополем, а не позднее начала восьмого века Римом Младенец, принесенный в храм Господень Иосифом и Марией, не кто иной, как тот, кто дал закон Моисею По закону он принял обрезание на восьмой день после рождения, а сейчас приносится в храм Господень, в свой собственный дом и в дом своего отца Тот, кто некогда дал закон Моисею, стал таким, как мы, и теперь вместе с нами повинуется закону Чистый и святой младенец приносится самому себе, как Бог, просвещая души наши и освобождая нас от древнего проклятия Одно из древнейших изображений Сретения, созданных на Руси Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде На северной стене храма был запечатлен момент, описанный евангелистом Лукой Богородица передает богомладенца праведному Симеону Однако древнерусские росписи практически полностью были утрачены в период Великой Отечественной войны Сохранились лишь черно-белые фотографии фресок и их акварельные копии Образ Сретения входил и в иконостас Успенского собора Владимира Икона выполнена мастерами школы Андрея Рублева в 1408 году К этому времени богомладенца живописцы все чаще изображают на руках у праведного Симеона богоприимца При этом Иисус Христос не завернут в младенческие пелены, а облачен в короткую рубашку, подобную царской туники Руки старца Симеона, скрытые под его облачением, символизируют престол, уготованный царю иудейскому Престол с возвышающимся над ним навесом кеворием Образ Сретения выражает двойную природу праздника Радость от исполнения ветхозаветного обетования о пришествии Спасителя И вместе с тем скорбь, которую передает фигура Богоматери Пресвятая Богородица отдает своего сына на крестный путь ради спасения мира и спасения каждого из нас Рядом с Пресвятой Богородицей стоит Иосиф Обручник, в руках которого две горлицы Это не просто символ соблюдения древнего еврейского закона, но и знак беспрекословного послушания, способного искупить непослушание Адама Ветхозаветного Иисусу Христосу суждено возвратить человека, согрешившего, к Богу В богослужебных текстах праздника говорится о том, что Симеон в преддверии своей ожидаемой кончины уже готовится сойти в ад и оповестить Адама о рождении Мессии Принести весть о грядущем искуплении Увидев своими глазами Спасителя, Симеон произносит слова, которые православные и сегодня повторяют за каждый вечерний Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему, с миром Яковидисто очи Мои спасение Твое Ежи Еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей Твоих, Израиля На Западе, пожалуй, одной из самых известных сретенских песнопений, кантата Иоганна Себастьяна Баха и Хаби Генук, исполнилась семье Баху, вероятно, было дорого это произведение, поскольку он возвращался к нему Исполнилось сие Спасителя, надежду верных Приял на руки я, как жажды утоленья Исполнилось сие Увидел я Его Запечатлелся верою Иисус в глубинах сердца И ныне с радостью готов я Отсюда отойти к Нему Радостно я встречу смерть свою Ах, скорее бы пришла она Ей ускользну от всякой я печали Который мир пленил меня Песню Симеона исполнил на своем последнем концерте Федор Шаляпин Думаю, уже и тогда он был тяжело болен Вспоминал об этом вечере Бунин Волновался необыкновенно Он, конечно, всегда волновался при выступлениях Только прежде публика этого никогда не видела Жизнь праведного Симеона была подчинена одной цели Ожиданию встречи со Спасителем мира С Сыном Божиим Встречи с тем, кто спасет его самого и весь мир Вместе с тем он ожидал и своей кончины Потому что понимал, что одно с другим связано Когда произойдет встреча Он сможет отойти в мире ко Господу Песня Симеона Богоприимца Для христиан не просто напоминание Об одном из значимых праздников церковного календаря Прежде всего, это духовное переживание Собственной встречи с Господом Которое должно произойти до того, как наступит смерть В евангельском рассказе о Сретине Упомянута о благочестивой вдове Анне Пророчице На иконе праздника ее принято изображать Возле старца Симеона Анна Пророчица указывает на богомладенца В руках у нее свиток с надписью Восходящий к тексту апостола Луки «Сей есть всем чудное избавление в ограде Иерусалиме» Вдова эта долгие годы жила при храме ожиданием Спасителя Она служила Богу постом и молитвой Став свидетельницей обещанной Симеону Богоприимцу Встреча с Мессией Анна, несмотря на свой возраст, идет проповедовать благую весть о пришествии царя индейского Анна Пророчица являет нам пример той же самой добродетели и того же самого опыта, что и старец Симеон Жизнь человеку дана для того, чтобы он встретился с Богом В современном мире немало людей, которые совершенно не ждут встречи со Спасителем Которые без всякой радости думают о смертном часе, страшатся смерти А между тем, то, как человек умирает, напрямую зависит от того, как он жил Каким внутренним содержанием была наполнена его жизнь Жизнь человеческая только тогда имеет смысл и ценность, когда человек еще при жизни встречает Христа И только тот, кто здесь, на земле, приобщился к Богу, соединился с Ним душевно и телесно Только тот может без страха отойти в вечность, зная, что и там он встретит Бога Подобно тому, как огонь передается от свечи к свече, свет Евангелия и вера в Бога передаются от поколения к поколению Едва ли не на каждом богослужении священнослужители призывают прихожан приносить и приводить детей своих в Храм Господень Если еще несколько десятилетий назад у православных христиан нашего Отечества не было возможности открыто исповедовать веру То сегодня Храм открыт для всех без исключения А значит, встреча с Господом Иисусом Христом может и должна произойти не в момент испытаний уже во взрослой жизни, но в детстве, поверя родителям Тогда и в начале своего жизненного пути подростки, молодые люди не будут отвергать Бога А смогут всем сердцем принять Христа, будут строить свою жизнь согласно евангельским заповедям Если в Храме есть дети, молодежь, значит и у Церкви Христовой есть будущее Именно поэтому в 2002 году, по благословению патриарха Алексии II, на Сретении Господне в России стали отмечать День православной молодежи Ведь вступать во взрослую жизнь следует со Христом Не одно поколение христиан было воспитано в стенах Даниловского монастыря Монастырь этот старейший в Москве И воскресная школа существовала здесь еще до революции В 1989 году ее работа была возобновлена Причем воскресная школа стала семейной Сегодня на занятия по закону Божию и многочисленные творческие мастерские Православные педагоги и насильники Данилова монастыря приглашают как детей, так и их родителей Из воскресной школы при Свято-Даниловом монастыре вырос патриарший центр духовного развития детей и молодежи При патриаршем центре работает детский лагерь «Звезда Вифлеема» Развивающие программы здесь сочетают с играми на свежем воздухе и спортивными соревнованиями Но победа над соперниками в этих зимних противостояниях не главная Куда важнее проявить взаимопонимание и взаимовыручку Помнить, что всегда следует сохранять любовь к ближнему, даже если он из команды противника Педагогами и воспитателями в православном лагере становятся люди, для которых христианская вера – это осмысленный труд, а работа с детьми – ответственное дело Не остаются без внимания и дети из многодетных семей, воспитанники детских домов Для них патриарший центр постоянно проводит благотворительные акции, бесплатные спектакли и концерты Для многих ребят именно с таких мероприятий начинается знакомство с православной верой, встретение с Господом Господь, родившись, принес мир Господь, родившись, принес благоволение Господь, родившись, принес истину Еще одна важная часть миссионерского служения братья Свято-Данилова монастыря – это помощь подросткам Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Больше десяти лет назад при Центре был открыт храм, освященный в честь святой преподобно-мученицы Елизаветы, при жизни много помогавшей детям и всем нуждающимся Большинство прихожан храма – подростки, которые родились в трудных семьях Многие из них оказались лишены родительской любви и заботы Поговорить о своих проблемах, задать личные вопросы священнику дети всегда могут после богослужения Встречи в дружеской и неформальной обстановке порой длятся по несколько часов Еженедельно проводятся встречи, беседы, на которых мы рассказываем о вере, о церковной жизни Пытаемся ответить на многие очень сложные вопросы, которые задают эти дети Здесь вот сейчас собраны также детишки, география огромная, обширная география, детишки со всей страны Монахи Даниловского монастыря не случайно взяли под свою духовную опеку этих подростков Дело в том, что в начале 30-х годов XX века свято Данилов монастырь постигла судьба многих православных обителей Он был закрыт А на его территории разместился детский приемник-распределитель для беспризорников Число которых в Советской России было чрезвычайно высоким Даже после того, как в обители возобновилась монашеская жизнь, спецприемник еще действовал, пока не переехал в новое здание Но монахи продолжили окормлять детский приемник-распределитель после его переезда Для Бога нет трудных или нетрудных подростков И каждый имеет право на исповедь и причащение святых христовых таинств В образе беспомощного младенца сам воплотившийся Бог лежал на руках праведного Симеона При этом он в своих руках содержит все мироздание и всякого человека Подобно Симеону, священнослужители, причащаясь святых христовых тайн, держат в своих руках тело Христово Господу было угодно вверить себя нам и отдать свое тело в наши руки Мы удостоились быть храмом Божиим, вместилищем божественной благодати, причастниками божеского естества Это возлагает на православных христиан особую ответственность Мы не должны впадать в обычные человеческие страсти и грехи А если Господь попустит нам впасть в эти грехи и страсти То следует как можно скорее прибегнуть к таинству покаяния Вновь принять в себя причистое тело и кровь Христовы Для того, чтобы освободиться от груза грехов И предоставить в своей душе и в своем сердце место для Христа Всякий раз, когда мы приходим в храм и причащаемся святых христовых тайн Это таинство становится для нас встречей с Богом, который наполняет нас своим живоносным присутствием Его причистое тело и его честная кровь становятся в нас источником благодати и источником спасения Только очень важно, чтобы мы жили в Боге, чтобы таинство приносило реальный плод в нашей жизни Соединяя нас с Богом и друг с другом Господь вверяет всем нам себя, чтобы мы передавали его другим людям Чтобы мы делились благодатью, которую он столь изобильно дает нам в своем святом храме Праздник Сретения Господня часто выпадает на подготовительные недели к Великому посту А иногда и на сам Великий пост Для православных верующих это время покаяния и сугубой молитвы Беспредельно милосердие Божие по отношению к кающемуся грешнику Подобно тому, как в притче о блудном сыне отец принимает своего раскаившегося сына Господь готов принять каждого, кто к нему обращается Бог любит человека вне зависимости от его праведности или греховности Даже если человек покидает Бога и уходит от него на страну далече И не случайно церковь вспоминает притчу о блудном сыне незадолго до начала Великого поста Никогда не поздно выбрать путь покаяния, путь возвращения к Богу, который всегда готов принять кающимся Последнее воскресенье перед Великим постом носит название «Недели сыропустной» В просторечии оно также называется «прощенным воскресеньем» В храме совершается чин прощения Настоятель выходит на амвон и произносит проповедь Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием Всегда ныне и пресной, во веки веков В конце которой просят прощения у священнослужителей и прихожан Он делает земной поклон духовенству и народу Все также отвечают ему земным поклоном, произнося Бог простит ти, Отче Святый Прости и нас, грешных, и благослови Чин прощения является древней традицией церкви Восходящей ко времени раннего палестинского монашества Прости ты меня, Господи В начале Великого поста монахи собирались в церковь, где и спрашивали прощение у игумена А затем покидали монастырь и уходили в пустыню на весь пост, возвращаясь только к Страстной неделе Ценность нашей земной жизни определяется тем, сумели мы приблизиться ко Христу или нет Об этом напоминает и праздник Сретения Господня Не так важно, какой промежуток времени пройдет между встречей со Христом и часом кончины Несколько дней или несколько лет Несколько десятилетий Эта встреча должна произойти именно в земной жизни Чтобы человек понял, что самое главное, ради чего стоит жить, это Христос И Господь дает нам такую возможность В день Сретения Господня будем просить Бога, чтобы Он наставил нас на путь покаяния и простил нам наши грехи Будем просить Бога о том, чтобы всякий раз, когда мы приходим в храм и причащаемся к святых христовых тайн Это таинство было для нас реальной встречей со Христом, который не где-то далеко, но здесь среди нас Который готов прийти к нам и вселиться в нас, и оживотворить изнутри все наше человеческое естество СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА